Приветствую вас на канале RedCat! Сегодня я вам покажу часть пасхалок, которые есть вообще в игре Pressure-давление. Да, на самом деле их намного больше, но пока я не так много играю, ведь и даже 50 смертей еще нету, так что не все еще нашел и раскрыл. Первая пасхалка, ребята, вы видите глаза Сика. Сейчас я покажу поближе. Письмецо. Все это из DORS, как вы понимаете, и вот здесь вот прям в лобби есть пасхалочка, связанная с DORS. Ну, естественно, разработчик этой игры, фанат DORS, он этого не скрывает, и поэтому есть такая пасхалочка. Но на лобби есть у нас еще пару интересных моментов. Вот такой вот God help us. Бог помогает нам. Ну, что-то в этом духе. И сейчас, ребята, мы спустимся в еще одно место. Вот здесь вот есть пролом в дыре, и в нем тоже есть пасхалка. Мы, кстати, ее смотрели на стримчике, ребят, поэтому сейчас вот показываю как раз запись этого стрима. Вы залазите вниз, и у вас есть таймер, ребят. Если вы не успеете добежать до самого конца, вас убьют, вас взорвут. Ну, и в конце вы видите вот такого эндермена, или как его назвал, мастер. Сейчас, ребята, показываю еще крутые пасхалки, которые тоже у нас есть на лобби, и после чего мы уже перейдем непосредственно в саму игру. Итак, если вы пройдете сквозь текстурку и уйдете вот сюда, вот за субмарины, то в самом конце, вот здесь вот у нас, где падает снег, вы найдете вот такие вот прикольные портретики, картинки. Вот, смотрите, такой милый зайчик. Я так понимаю, что эти картинки связаны с разработчиками этой игры, там дизайн, ну, короче, это их скины, скорее всего, в игре, ну, или просто они им нравятся, эти персонажики. Но, ребята, это пока еще не все. Это то, что касается в самом конце. Моя, кстати, там просто текстурка, там внутри нельзя походить, жалко что-нибудь поискать. И сейчас, ребята, покажу еще прикольный склад, который здесь есть, в котором есть тоже прикольные артефакты. Ну, и, конечно же, с Дорс, как же без них. Также там есть еще прикольная голова. Вот сюда подходим, ребята, написано Ност Вэрхаус. И заходим сюда. Та-дам! Похоже на первоапрельскую Дорс игру. Вот все в такой, видите, стилистике. Большая голова, которая за нами наблюдает, и дверь 666. У нас также есть, видите, часики с Дорс. Короче, опять же-таки, возможно, была идея тоже здесь какое-то первоапрельское сделать подобие Дорс. Не знаю. Ну, короче, кто-то из разработчиков сделал себе специально даже вот такую вот комнатку, в которой ему комфортно, наверное, находиться. Ну, ребят, если вы знаете еще что-нибудь в лобби, напишите мне в комментариях. Ну, а мы продолжаем. Да, кстати, вот, ребята, был такой интересный момент, что я нашел сразу два фонарика. У меня никогда такого не было, поэтому, ребят, тоже это покажу. Небольшая пасхалочка. Удача, что ли. Ну, а дальше идем уже по пасхалочкам и интересным местам. Мне, кстати, вот эта локация нравится. Вот тут как бы должен быть мост, но он обвалился. Довольно-таки редкое место, как по мне. Идем дальше. Еще одна пасхалочка, ребята. Огромный глаз, который на тебя смотрит вместо зеленой рыбы, которая обычно плавает. Смотрите, да? Прикол. Очень редкая, ребята, еще одна комнатка. Это Горящая. Вот. Здесь очень все красиво горит. Ну, и также есть на этой локации еще одна довольно-таки редкая комнатка с вот такими красивыми деревьями. Мне это сразу напоминает мимик, да? Вот что-то вот такая вот стилистика, что вот эти горящие деревья. Очень-очень необычная комнатка и очень красивая, да? Согласитесь. Так, ну что ж, идем дальше, ребята, по поводу редких мест и наших интересных находок. Так, здесь у нас, смотрите, здесь у нас целая локация. Вот такими, как пчелы. Улья-пчелы, они висят над нами. Но, даже если прислушаться, звук есть пчелы. Но они не нападают на вас. Вы можете спокойно здесь ходить. Вот, видите? То есть мы даже не под водой, а ну как-то все сверху. Ну, очень странная локация, если честно. Пока я ее только один раз видел. Если что, надо будет второй раз исследовать ее немножечко подольше и побольше. Так. Сейчас, ребята, кстати, небольшое лирическое отступление. Есть у нас еще такой интересный монстр, у которого есть мини-игра. Поэтому, если вы не знаете, пандемониум, что здесь делать, то нужно вот кружочек, чтобы был все время в центре. Вам мышку откидывает эта сущность в край карты, но вы должны обратно возвращать в центр. И тогда вы сможете победить это существо и выжить. Таким образом. Тут, ребята, тоже интересная локация. Как бы здесь есть лодка, которая протаранила, видите? И поднимайтесь на нее, потому что в ней, видите, тоже часто пасхалочки какие-то лежат, документы. Поэтому заходите в лодку прямо внутрь и осматривайте. Продолжаем, ребята, движение и находим еще одну интересную локацию с лавой. Под ногами у нас лава. Я думаю, что, наверное, даже как-то умереть можно в этой лаве. Но я, если честно, пробовать не очень хочу. Хотя, наверное, в следующий раз, если я увижу эту локацию, я умру, попробую умереть в лаве. У меня такого еще экспириенса как бы нет. Вот. Ну, собственно, здесь просто идешь в лава, мостики, аккуратненько проходишь. Довольно-таки оригинальная, опять же-таки, у нас локация. Находится под землей глубоко-глубоко. Так, ну что, дальше, ребята, дальше это квадрат. Вон он лежит. Есть такой квадратик, который стоит целых 500 монет, 500 крон. Вон он в конце находится. Он такой, как куб золотой. И как только вы выберете, сразу вам добавляется 500 монет. Это, мне кажется, очень прям тоже круто. Так что, ребята, если увидите, обязательно забирайте. Еще одна красивая комнатка. Это вот в таких вот растениях. Их периодически бывает только часть этих растений. А иногда бывают целые комнаты, которые прям густо населены ими. Так, фейковая стена, ребят, тоже интересная штука. Видите, тут как бы наложение идет текстурок двух. Но решили генерацию комнат так и оставить. И оставить это как прикольную пасхалку. Ну и, наверное, на сегодня будет последняя локация, ребят. Потому что их очень много. Я постараюсь вам в следующем видео про пасхалки и секреты еще больше показать. Есть еще много интересного, что я вам не показал в этом видео. Поэтому, когда насобираю интересные места к следующему видео, покажу уже дальше в следующей обнове, так сказать. Поэтому, ребята, следите, подписывайтесь. Кто этого еще не сделал, на канал обязательно. Так, ну что здесь интересного? Мы можем еще нажимать туалеты. То есть, видите, они сливают. Тут бачок у нас не поднял. Крышка не поднята. Кстати, я могу сливать еще бачонок, интересно, в другой комнате. Интересно, что у меня вот тут закрыто. И там было закрыто. Давайте с этой стороны попробуем вот. Тот закрытый унитаз как бы слить, который за стенкой. А здесь наоборот закрыто. Видите, в другом порядке закрыто. А что, если все посливать сразу? И там, и там. Что-то, может, какая-то тоже будет пасхалка, не знаю, нет? Ничего такого. Наверное нет. Ну что ж, ребята, таким получилось видео. Надеюсь, вам было интересно. Если вы знаете еще что-нибудь прикольное, обязательно напишите в комментарии под этим видео. На этом у меня все. Ставим лайк, подписываемся, кто это еще не сделал. И до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...